МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Каркаролинский район – это не только туризм, но и развитие промышленности. Аким Карагандинской области во время рабочего визита провел совещание по социально-экономическому развитию региона. 150 пирамидальных тополей в форме надписи «Туанжир» высадили в Карагандинском этнопарке. Экологическая акция прошла по инициативе Акимата, района имени Казбекби. Улица художников под крышей. В Караганде открылась арт-галерея «Мон Арбат». Инициатор – известный художник Кайрат Кейкей. Любой желающий здесь может заниматься творчеством. Более 3,5 миллиардов тенге предусмотрено в нынешнем году на микрокредитование предпринимательских инициатив. На гарантирование микрофинансирования в селах выделено около 400 миллионов тенге. Такие данные были озвучены в областном Акимате на очередном аппаратном совещании. Глава области Ерлан Кушанов обратил внимание на то, чтобы эти деньги действительно работали. В ходе аппаратного совещания шла речь о необходимости активизации работы по укреплению агроформирования. И так только в нынешнем году на эти цели направлено микрокредитование на сумму 3 миллиарда 570 миллионов тенге. Количество выдаваемых гарантий – 95. Количество стартап-проектов – 87, которые рассчитаны по показателям с учетом самозанятых, безработных и создаваемых сельхозкооперативов. Основной целью является открытие микробизнеса на селе и расширение существующего бизнеса. Также создание сельхозкооперативов. Кредит выдается со сроком кредитования на 7 лет, ставку вознаграждения – 6% конечным заемщикам. Кредиты выдаются со сроком кредитования 7 лет, ставка вознаграждения – 6% конечным заемщикам. Для начинающих предпринимателей – до 85%, действующих – до 50%. Акиматами районов и города Приозер совместно с Палатой предпринимателей разработана региональная карта развития предпринимательства, где определены основные приоритетные направления малого и среднего бизнеса. Кредиты будут направлены на создание 58 сельхозкооперативов, в том числе 21 по заготовке молока и 37 по откорму скота. Также на приобретение 5 молоковозов, 18 рефрижераторов, 8 убойных пунктов, 33 молокоприемных пунктов и на приобретение скота 780 семейных откормочных площадок. С начала года создано 23 кооперативов и освоено 798 миллионов тенге. На особом контроле Акимата области решения задач, связанных с обеспечением занятости населения, в том числе посредством механизмов государственной поддержки. А качественное освоение должно быть. Какие рабочие места мы создаем. Этот эффект уже заметный должен быть по налогам, по созданию рабочих мест, по объемам производства. Также в ходе заседания были отмечены прогрессивные развития в работе Бухаржираусского, Каркаролинского и Нуринского районов. Теперь развитие ожидается и в городе Приозерск. Фаризал Байбал, Жас Габбасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Объем промышленного производства в Каркаролинском районе вырос в 2,5 раза. Такие данные были представлены Акиму Карагандинской области Ерлану Кушанову во время его визита в регион. На руднике Коктазжал, близ поселка Теректы, трудится порядка 500 человек. Здесь добывают медь, содержащую руду, из которой на комбинате компании «Алтай Полиметаллы» получают концентрат. За 4 месяца года произведено 1200 тонн на сумму около 500 миллионов тенге. Горно-обогатительный комплекс корпорации «Казахмыс» является градообразующим для поселка Карагайлы. В этом году планируется серьезная модернизация, которая существенно увеличит объемы производства. Всего с начала года промышленные предприятия Каркаролинского района произвели продукции на 3 миллиарда тенге. Но не только промышленное производство успешно развивается в Каркаролинском районе. В малом и среднем бизнесе заняты более 3000 человек. С начала года появились 4 новых крестьянских хозяйств. Около 50 человек зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. У нас ведется большая работа по развитию бизнеса и трудоустройству жителей. Поэтому всегда готовы оказать помощь предпринимателям. Запланированные на 4 месяца 2017 года выполнены на 100%. Работает в районе цех по производству полуфабрикатов. Предприятие «Балкантау» производит около 600 килограммов продукции в день. Сырье берут у местных фермеров. Продукцию «Балкантау» жители Караганды уже скоро смогут купить в социальных павильонах. Для того, чтобы обеспечить рост экономики, мы должны развивать бизнес. Мы видим, что в районе для его развития есть все возможности. Привлекаются инвестиции. Сделано, конечно, много, но впереди еще больше работы. Не остается без внимания и туристический потенциал Каркаролинского региона. Сегодня здесь 26 туристических объектов. В разгар сезона они принимают более 2500 отдыхающих. Андрей Дэн, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Свой профессиональный праздник отметили работники культуры и искусства Карагандинской области. По традиции, лучших в своем деле наградил глава региона. В этом году лауреатами премии стали 22 представителя сферы культуры. Им были вручены денежные премии в размере 200 тысяч тенге. Ну а главный приз главы области получил известный актер Казахского драматического театра имени Сакена Сейфулина Кайрат Кемалов. Можно лгать в любви, в политике, в медицине. Можно обмануть людей, но в искусстве обмануть нельзя. Со словами Антона Чехова вряд ли кто-то поспорит. В преддверии Дня работников культуры и искусства были награждены именно те, кто в своем труде не только не обманул, но и восхитил и вдохновил других. Кто-то метко заметил, есть города, которые славятся памятниками культуры, а есть культуры. Я надеюсь, второй этаж про нас, про Карагандру. На месте, чем гордиться. Карагандрские артисты выступают на самых известных сценах. Местные театры с успехом собирают с успехом полные залы. Наши библиотеки и музеи считаются образцовыми. Премия Акима области работникам культуры и искусства присуждается с 2006 года. Это не только поощрение за заслуги, но и материально стимулирующий фактор. В конкурсе 21 номинация. Комиссия отобрала лучших из лучших. Им вручены памятные подарки и денежные премии. В номинации «Артист года» победителем стал артист высшей категории Темиртаусского театра для детей и юношества Алексей Шумский. За 15 лет он сыграл более 60 ролей. Влюбленный в свою профессию и город, обещает, что никогда не переедет в мегаполис. Каждый труд над собой – это всегда очень тяжело. Легко поправить кого-то, сказать, вот у тебя это не так, это не так. А за собой не видишь. И только прислушиваясь к мнению коллег, которым я тоже глубоко благодарен, потому что вот это вот все, что у меня здесь в руках, это не только моя заслуга, но это заслуга моих коллег, режиссеров, с которыми я работал в своем театре, директора театра и всех коллег, которые меня окружают, от всех актеров, актрис, а также вспомогательницей. Главный приз Акима области – 500 тысяч тенге – получил исполнитель роли Кирейхана в фильме «Алмаз Халыш». Актер казахского драматического театра имени Сакена Сейфулина – Хайрат Кемалов. Он признан лучшим в номинации «За верность профессии». Свои благодарственные слова он начал с отрывка из произведения Мухтара Шаханова «О мечте». Уважаемый Ерлан Жаканович, сегодня действительно особенный день. Те люди, которые сейчас находятся в этом зале – это сердце, душа, весь внутренний духовный мир нашего народа. А их душа по-детски наивна. Поэтому мы благодарны вам, что по достоинству оценили наш огромный труд. Ведь это большая поддержка для развития искусства не только в нашей области, но и в республике. Ерлан Кушанов поздравил всех лауреатов с наградой и сообщил, что в следующем году размер премии будет увеличен. Такую новость присутствующие не могли не принять бурными овациями. Это мой первый выход перед вами. Первый год я отручаю премию Акимов в области. И хотел бы поздравить, во-первых, всех победителей. Во-вторых, огромное благодарность вырезать организаторам. Получилось прекрасное мероприятие. И в-третьих, я думаю, премию надо увеличить. Я сейчас цифры увеличу, а вот увеличу. Айнур Нурмангалиева, Улжас Габбасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Третье по счету кадровое изменение в Карагандинской области за последние дни. На пост Акима Октябрьского района Караганды назначен 36-летний Канаев Алимжан Серегжанович. Прежде в течение шести лет он занимал должность заместителя Акима Октябрьского района. На должность Акима Октябрьского района Караганды мы рассматривали несколько кандидатур и пришли к решению назначить на этот пост Канаева Алимжана Серегжановича. Его кандидатура была согласована с администрацией президента и депутатами местного маслехата. Алимжан Канаев родился в 81-м году в Караганде и имеет два высших образования – юридическое и экономическое. Кандидат юридических наук. С июля 2011 года работал в должности заместителя Акима Октябрьского района. Женат, воспитывает сына. Новый район Аким поблагодарил градоначальника за оказанное доверие и пообещал выполнить возложенные на него задачи. Ранее проработал здесь весь имеющийся опыт, применим обязательно и со всеми поставленными задачами обещаем справиться. Напомним, что его предшественник Ержан Тимирханов на прошлой неделе был назначен Акимом города Сарань. Октябрьский район он возглавлял 4 года. Акимом города Караганды, чтобы у вас на память в Саране была. В ходе встречи с активом Караганды Нурлан Аубакиров рассказал о предстоящей работе по реализации плана нации главы государства и о проблемах города, которые теперь уже будут решаться, сообща с новым Акимом. Основные вопросы касались облагораживания дворов, ремонта лифтов в многоэтажных домах, вывоза бытовых отходов, ремонта дорог, обеспечения безопасности и строительства новых детских садов по программе государственно-частного партнерства и доступного жилья. Айнур Нурмангалиева, Улжас Габбасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Вернуть льготный проезд для пенсионеров поручил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. На аппаратном совещании глава региона заявил, что нельзя допустить отмену льготных проездных билетов. В Караганде пенсионеры по возрасту ездили в автобусах и маршрутных такси по 50 тенге. На прошлой неделе представители Акимата сообщили, что с 22 мая льготу решено отменить, так как истек срок действия меморандума власти с перевозчиками. Он был заключен 4 года назад. С сегодняшнего дня пенсионеры должны были платить по всеобщему тарифу 80 тенге. По поручению Акима Карагандинской области было дано поручение Акиму города о том, чтобы рассмотреть вопрос о продлении действий данного меморандума. На сегодняшний день руководством города совместно с депутатским корпусом и перевозчиками нашего города достигнута договоренность о продлении категориям пенсионеров, которые не относятся к льготной категории, оплату проезда, производить 50 тенге с проездными билетами и пользоваться всеми теми льготами, которые были установлены с 2013 года. В Караганде на сегодня более 78 тысяч людей пенсионного возраста. Из них более 43 тысяч человек имеют право на проезд по льготной цене. Остальные пожилые люди будут ездить бесплатно, так как их пенсия не превышает 21-го месячного расчетного показателя. В Акимате напоминают, что проезд в 50 тенге, как и было раньше, будет законным только при предъявлении пенсионного проездного. Меморандум, по которому 9 перевозчиков Караганды взяли на себя обязательство возить пожилых карагандинцев по льготной цене, будет действовать до 1 ноября нынешнего года. Что будет дальше, пока неизвестно. Айнур Нурмангалиева, Олжас Габбасов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. В другим новостям. Сделать свой город красивым. Такую задачу перед собой поставил аппарат Акима района имени Казбекби, привлекая активных карагандинцев. На территории этнопарка посадили 150 пирамидальных тополей в форме надписи «Туранжер». Деревья именно такого вида сажаются в шахтерской столице впервые. Главная особенность этого вида тополя – отсутствие пуха. В однопарке на специально отведенной территории государственные служащие и активные жители шахтерской столицы посадили порядка 150 саженцев пирамидального тополя. По всему городу в этот день активисты посадили около тысячи деревьев, среди них также березы и вяз. И огромное внимание в программе «Туранжер» уделяется благоустройству, сохранению историко-культурного наследия, традиции обычаи казахского народа с богатейшей его историей. «Туранжер» сегодня мы высадили более тысячи деревьев по всей территории города Караганды, а здесь в этнопарке именно в форме этих букв «Туранжер». Массовая акция «Туранжер» в регионе проводится впервые. В ней приняли участие более 200 человек. Среди них депутаты городского маслехата, члены общественного совета, советы ветеранов, а также бизнесмены и молодежь. Саженцы предоставила компания «Евразиан Билдинг». Буквально месяц назад в Павлодаре посадили более 400 саженцев тополей и берез. Наконец добрались и до родного города, говорит генеральный директор фирмы Айдос Мухатаев. «Мы решили внести свой вклад, посадить пирамидальные тополя надписью «Туранжер». Цель данной акции является то, что мы делаем город комфортнее. Все просто. Там, где мы живем, там, где мы родились, делаем город чище, красивее, комфортнее». Акция проходит не только в парках, на аллеях и центральных скверах города, но и в жилых дворах. Здесь сажать деревья помогают местные жители. «Сегодня мы все вышли с лопатами и ведрами, чтобы посадить деревья. Все это организовали из-за любви к своей малой родине, к своей родной Караганде. Такая акция очередной раз доказывает, что государственные служащие вместе с народом. Мы помогаем нашему городу стать краше. Через несколько лет эти саженцы станут уже высокими деревьями. Будущее поколение, гуляя по паркам, будет знать, что все это ради них». Отрадно то, что акция «Туханджир» уже в первые дни получила большую поддержку населения. Организаторы надеются, что это станет доброй традицией нашего города. Обязательство по уходу за молодыми деревьями взял на себя представитель управления парками и скверами Караганды. Асель Сазанбаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Около ста новобранцев прибыли в шахтерскую столицу на службу в подразделении национальной гвардии. Будущие солдаты приехали из трех разных областей Казахстана. Евгений Гончар приехал из Акмолинской области. Новобранец признался, что для него честь служить родине. В дальнейшем он планирует остаться в армии и служить по контракту. «Хочу служить достойно и, возможно, остаться по контракту. Просто хочу отдать свой долг родине». Мария Фатиева, председатель Совета солдатских матерей войсковой части 52-859. Совместно с офицерами солдатские матери регулярно проводят беседы с молодыми солдатами. Женщина призналась, что с каждым годом у солдат растет чувство ответственности перед родиной. Вы знаете, ребята, когда в пополнении пребывают, разница настолько, через месяц принимается присяда. И вот за этот месяц подготовки, вот за этот промежуток времени ребята приобретают первые навыки мужества. Навыки того, что спасать, быть необходимым, чтобы жизнь спасти и мир спасти. Для них это становится главным. И это вы чувствуете, как мать чувствуешь, как гражданин. В минувшую субботу в воинскую часть Национальной гвардии прибыло около ста рекрутов. Будущие солдаты приехали из трех областей – Алматинская, Кмолинская и Южноказахстанская. А совсем недавно из войсковой части были уволены солдаты срочной службы, выполнившие свой конституционный долг. После увольнения нескольких солдат обеспечили должностями по месту жительства. Двоих отправили в военный институт. Кроме того, в Караганде остались пять солдат для прохождения контрактной службы. Сегодня у нас знаменательный день. Мы в ряды Национальной гвардии призываем молодежь, которая пребывает с трех регионов. Это Алматинская область, Акмолинская область и Южноказахстанская область. Я думаю, мы с честью и достоинством воспитаем в них такие качества, как честь, ответственность, любовь к родине и к родным. 8 мая войсковая часть 52-859 отметила 50-летие Национальной гвардии Республики Казахстан. Стоит отметить, что полк имеет богатую историю. Военные работали над ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, принимали участие в ликвидации последствий падения ракетоносителя «Протон-М», а также последствий взрывов на промышленных объектах и жилых зданиях. Ежегодный личный состав находится на передовой борьбы с паводковыми водами. Фаризал Баева, Жар Агибаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Шары в небо – как символ чистоты и здоровья. А красная рябина в честь тех, кто свое здоровье не уберег. В честь Дня памяти умерших от СПИДа карагандинцы провели специальную акцию. Население не понимает, что ВИЧ-инфекция – это социальная проблема, и коснуться она может любого, кто пренебрегает советами врачей, заявляют участники акции. На лечение ВИЧ-инфицированных государство выделяет немалые деньги. С каждым годом больных становится больше, и все они нуждаются в дорогостоящей терапии. По статистике, в течение 12-15 лет умирает половина зараженных ВИЧ, не получающих необходимую терапию. И самая главная задача, которая стоит, и цель сегодняшнего мероприятия – это привлечь внимание граждан, населения к проблемам больных СПИДа и привлечь, наверное, пропаганду здорового образа жизни, чтобы как можно больше у нас и у молодежи формировать, и у детей, и у молодежи, и у взрослых формировать принципы здорового образа жизни. Главная цель акции – формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения, а также профилактика болезней, передающихся половым путем. Организовали акцию представители неправительственных организаций и партийцы филиала «Нуратан» района имени Казыбек-Би при поддержке сотрудников СПИД-центра. Мы оскорбим об этих людях, мы помним о них, мы сочувствуем их родственникам. Сегодня в качестве памяти, в качестве символа, в качестве солидарности для этих людей мы в Центральном парке посадим более 50 саженцев красной рябины. После того, как завершилась официальная часть, участники запустили в небо шары, символизирующие покой и здоровье, а после принялись за посадку деревьев. Всего было посажено более 50 саженцев красной рябины. Сегодня мы оскорбим тех, кто ушел из жизни с болезнью, с СПИДом связанных. Поэтому в память их мы хотим посадить рябины, потому что рябина – это как кровь, все переходит через кровь. Поэтому мы в этот день хотим посадить несколько саженцев рябины. Такие мероприятия информируют молодежи о проблеме ВИЧ и СПИДа. От этого страшного заболевания нет лекарства. Но есть возможность оградить себя, своих близких и общество от тяжелых последствий. А сердце Замбаева, Исламбеку Спана, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В минувшую пятницу художник-шаржист Кайрат Кайкей открыл арт-галерею «Мон Арбат». Как заявил художник, это своего рода улица под крышей, где каждый желающий может заниматься изобразительным искусством. В торговом доме Арбата открылась арт-галерея «Мон Арбат» известного художника-шаржиста Кайрата Кейкей. Как объяснил художник, это своего рода улица под крышей, где каждый желающий может прийти и творчески развиваться. Или же просто посидеть. Кайрат Канатович начинал свой художественный путь с Арбата в Москве. И сейчас в Караганде открывает школу, чтобы поделиться опытом с начинающими художниками. Этот проект, создание арт-галереи, это давно хотелось сделать, полтора года это делал. Наконец есть в Караганде первая независимая арт-галерея «Мон Арбат» Кайрата Кейкей. То есть это кольская площадка нового формата. Это своеобразная улица «Мон Арбат-авеню». То есть где можно прийти, поиграть, тебя нарисует художник, можно вырепить скульптор, почитать стихи. Выставка посвящена проведению международной выставки «Экспо» 25-летию независимости Казахстана и 20-летию универсальной художественной мастерской «Мон Арбат». Если раньше Кайрат Канатович рисовал в основном шаржи, последние его работы посвящены родному краю. И самая главная презентация моей новой серии картин «Кандри Казахстан. Страна Казахстана». Это картина «Номат», «Кочевник», и картина «Акын». Будет еще картина «Беркучи» и «Гошахтар». То есть в контур Казахстана вписан образ наших предков. То есть как-то с годами ты чувствуешь, кто ты, откуда, и как хочется об этом говорить. И фишка в этой картине, что она, я говорю о Казахстане немножко по-другому. Не просто степи и горы чистая, как пейзаж, а в конкретном образе воин, батыр, охотник, динамично скачет на лошади. В галерее «Мон Арбат» также представлены работы известных и независимых художников Казахстана и ученики арт-галереи. Один из художников и коллега – Светлана Тараканова. Она призналась, что творчество Кайрата неординарно. Творчество, во-первых, неординарное и такое эмоциональное. Идет также портрет. Вот сейчас увидите, когда он будет рисовать его движения. Они заставляют также посмотреть иначе на то, как рисунок происходит в действии. Просто-таки на листе своеобразные штрихи, которые превращаются потом с его же вот такими движениями. А в необычные портреты, которые вот именно называются шаржами, в то же время и сходство есть. И такой энергичный, веселый рисунок происходит. Кайрат верит, что «Мон Арбат» станет тем местом, где можно будет не только провести время с семьей, но и духовно расслабиться. Открытие независимой галереи – большое событие. Потому что это не просто галерея или выставочный зал. Здесь молодые художники будут творить. Кайрат Канатович признался, что его всегда вдохновляли улицы. Потому что свои первые деньги художник заработал на московском Арбате. Андрей Тен, Ажара Гибаева, Исламбеку, СПАН, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И вновь Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» потерпел поражение. Со счетом 2-1 Горняков победил Казалардинский «Кайсар». Встреча прошла 20 мая в Казаларде. Карагандинская футбольная дружина по-прежнему находится на предпоследнем месте турнирной таблицы. Очередное поражение и очередные гневные комментарии болельщиков «Шахтера». А началась игра на позитивной ноте. В первом тайме карагандинец Маркус Таянович с дальней дистанции отправил мяч в левый нижний угол газалардинцев. Всю первую половину матча карагандинцы играли первым номером. Однако больше голов забить не удалось. А вот хозяевам площадки повезло дважды. Во втором тайме по разу отличились Елжас Алтынбеков и Валерий Коробкин. Комментируя итоги матча, наставник «Шахтера» Алексей Еременко заявил, что будут с командой разбирать каждую ошибку. В оба гола надо посмотреть, естественно, такие ошибки позиционные. При первом голе игру выскакивает 1-1 между двумя центральными защитниками просто после борьбы. Проспали в чистую, проспали. Второй гол, я не знаю, надо посмотреть, что там было. Потому что там выбили. Смотрелось, что вратарь уже взял мяч и выбили из рук у него. Ну, судейское решение и судейское решение. Ну и те полумоменты, которые были, конечно, не повезло, мяч не пошел туда. Ну, в конце дня результат 2-1 в пользу хозяев, с чем поздравляю их. Обидно, очень обидно. 24 мая в рамках Кубка страны карагандинские футболисты проведут полуфинальную встречу с клубом «Атырау» из одноименного города. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау, Волонгстар. Субтитры подогнал «Симон»!